Я не понимаю, он весит так, как будто здесь только полноразмерки. Большой, увесистый. Как вы думаете, что это? Это похоже на какие-то дрожжи, но они же не могли еду положить сюда. Ой. А-а-а-а-а-а-а-а. О, ну блин! Да ведь на что это похоже? Можешь посмотреть? Всем халов! Добрый день! Добрый вечер! Доброе утро! Здравствуйте! Ребятки, сегодня у нас с вами будет настолько же необычный обзор, настолько же, насколько и у меня образ. Сегодня выглядит странно. Я потом поясню за свой лук. Постараемся абстрагироваться от моего непривычного образа и моего непривычного фона. Там все такое девочковое, блестяшки, сияшки, подсветка. И, о боже мой, почти ничего нет оранжевого. Единственное, что, возможно, вы заметили. Но если вы это заметили, то да, это гроб. Вам не кажется. Там действительно гроб. Сегодня у нас с вами будет обзор на косметику, на адвент-календарь от Милли Бобби Браун Флоренс Бай Мил. Это тот самый легендарный бред косметики от исполнительницы роли Eleven, которая снималась в сериале Stranger Things. Я думаю, в принципе, если вы смотрите видео, скорее всего, вы знаете, кто это Милли Бобби Браун и что за косметика Флоренс Бай Мил. Так, давайте посмотрим, что у нас тут в коробочке. Сама по себе упаковка выглядит вот таким вот образом. Она большая и оформлена в крайне минималистичном, но в то же время интересном стиле. Флоренс Бай Милс. Безумно рада, что удалось мне выхватить этот адвент-календарь, потому что это было достаточно непросто, но нам с вами удалось. Давайте его посмотрим. Распаковываем. А, это должно быть вот так. Блин, надо, чтобы было красиво. Звездочки. Да какашка какая-то. Красиво же, говорю. Подсветка там все такое. О, секси. Короче, смотрите, здесь прикол. Здесь внутри на этих штучках ничего не подписано. Но при этом подписано здесь. И они, а, ну они буквально тут по порядку, поэтому я думаю, мы можем это вытащить смело. Положить сюда. Я, если честно, не знаю, что там будут за предметы, но хочу сказать, что также я хочу снять обзор на эту косметику, потому что меня очень много раз вы это просили сделать. Поэтому я с вами буду не только обзор на адвент-календарь, но также и обзор на косметику. Я дополнительно купила вообще целую кучу всего еще, пусть там валяется. Я не знаю, как вы, но я очень ждала этот адвент-календарь. Наверное, один из моих самых долгожданных. Вот он уже просто потрясающий. И он такой тяжелый. Я не понимаю, он весит так, как будто здесь только полноразмерки. Давайте смотреть. Большой, увесистый. Знаете, что? Я хочу снять полноценный обзор на косметику. И так как я хочу это сделать, то совместить с адвент-календарем не получится, потому что я хочу прям в ней разобраться, посмотреть, что там по составу. Ну, короче, я хочу прям максимально пройтись, поэтому давайте так договоримся. Сегодня у нас в своем будет распаковка адвент-календаря. Все сводчи, все, что там будет, я сделала, если там вообще будет декоративка. А уже завтра, в это же самое время, прям можете подписываться на канал, забайтила, поставить лайк, забайтила. В это же самое время выйдет видео с обзором косметики Милли Бобби Браун, Флореза Баймилс. Поэтому просто запомните себе это, что завтра на этом канале будет полноценный обзор. Так, приступаем наконец-то к обзору. И погнали вытаскивать всякие штучки. Первый номер. В первом номере у нас была вот такая вот штучка, похожая на помаду. На самом деле нет, похожа на прозрачный какой-то блеск для губ. Давайте глянем. А нет, это не прозрачная нифига, это прям полноценная красная блеск помад. Ну да, тут буквально написано, что это тинтовый липбаум. Что ж, давайте проверим. У меня это киса хигова, правда сейчас, вот стой. Ой. А-о, 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 а-о. Чего-то я вообще не ожидала. Зачем я подошла к этому зеркалу, если я могу подойти к этому, вы будете меня видеть. Я нашла мой чай. Ребята, чай нашла. Блин, блин. Так, а что там горелый? А, блин. Офигенная тема. Это очень потрясающая помада-блеск-тинт-баум. Оно очень навязчивое, но при этом оно реально яркое. Я не чувствую на своих губах никакой сухости. Я чувствую себя странно, потому что я довольна. Ой, я что-то не ожидала, что она будет цветная. Я думала, она будет просто прозрачная полностью. Интересная. Думаю, вообще его волос. Пофиг, это мой волос. Я решила поизучать этот тинт, потому что я даже, походу, его не буду выбрасывать. Я буду его использовать. Уж очень он мне понравился. Я думаю, вы это увидите в дальнейшем. Потому что обычно, когда я говорю, что мне что-то нравится, это со мной остается. Привет! Он сделан в Америке. Но раз он сделан в Америке, значит, в принципе, косметика должна быть хорошая. Кстати, однажды я вам рассказывала о том, что мне нравится американская косметика. И она, типа, очень классная. И очень многие мне в тот момент, я не помню, правда, где это вообще было и при каких обстоятельствах, стали писать, типа, нет, ты же говоришь, что тебе нравится корейская косметика. Все знают, что корейская косметика самая лучшая. Так вот, ребят, когда мы с вами говорим про декоративную косметику, про яркую косметику, вот, прямо про супер яркую косметику, где желтый, это желтый, а розовый, это розовый, мы в первую очередь с вами все-таки подразумеваем, точнее, я подразумеваю американскую косметику. Вот, потому что вот американская косметика, она реально яркая, она отвечает за цвета, потому что, ну, европейская косметика, она, конечно, есть хорошая, есть личные бренды, но с цветами там мимо. Корейская косметика, все знают, что корейская косметика, это история про уход, про естественность, про красивость, то есть, это ни в коем случае не история про какие-то яркие, драматичные цвета, они в принципе не используют, и у них нет брендов, которые прям массово специализировались бы на выпуске яркой косметики. Поэтому, ребят, давайте минутку полезных фактов вставим в бесполезное видео. Продолжаем делать обзор. А еще здесь вот такой вот дельфинчик, вот он маленький. Цифра 2. Это у нас тушь для ресниц. Прикольно. Ну, у нее достаточно стандартная форма, но все, что я думаю об этой туши, мы расскажу вам, когда завтра будете смотреть видео про косметику. Мы прямо с вами скандально разберем все, что только можно. Номер 3. Бальзам для глаз. В странной форме. Directly to under eyes. Ладно, ну уж нанесем. Это не декоративная косметика, очевидно. Ой, как приятно выглядит. Я помню, что вот такие вот носики я видела только в чуть-чуть, ну, очень дорогих косметических брендов, типа там Бобор, по-моему, что-то такое. Я, в принципе, первый раз вижу, чтобы не сверх архидорогая косметика обладала такой штучкой. Балдишь запах. Хрен знает чем пахнет, но пахнет охрененно. Ну, ну, растираем. Может, и мои синяки пройдут, потому что что-то я очень плохо спала в последнее время. И они прям какие-то неприятные стали. Знаете, вот когда нету за окном, блин, вонючего света, вообще встать тяжело, очень тяжело. И я просто сплю и понимаю по утрам, что сейчас 11 часов я не могу проснуться. Поэтому я просыпаюсь в 9, потому что мне давить будет. Так, ладно, кремчик для глаз нанесли. В принципе, ладно, лайк ставим. А еще здесь везде важная вещь, тут зайчушка везде, так что косметика не тестируется на животных. Номер 4, это больше, чем 3, но меньше, чем 5. И следующий у нас продукт, это гель для бровей. Бесцветный, очевидно, гель для бровей. Я хочу сказать, что пока что все продукты, которые здесь были, то есть они выглядят достаточно солидно. Я думаю, вы сами это видите, это выглядит стильно, минималистично. Кстати, чем-то напоминает Калий Косметик, столько в сиреневой форме. В целом мне нравится, очень приятный подбор цветов. Кстати, я не знаю, как вы, но мне очень нравится также вот эта вот гамма сиреневый и красный. В целом пока норма. И, кстати, этот адвент календарь вышел мне не супер дорого. В конечном итоге можно будет почитать, сколько стоил каждый продукт. И, в общем-то, есть ли выгода или нет. Мы приступаем дальше, к большим окошкам. Видите, у меня здесь большие. Это что? А, это у нас получается хайлайтер аж для всего тела. Честно говоря, крутое пока наполнение. Я не знаю, об этом году вообще будет календарь, который я засрала, а то мне как-то очень неловко. Не. Ой. Блин, кажется, тут все просыпалось. Черт. Наверное, надо вот так. Да. Офигеть, у него форма интересная. Ну-ка, давайте проверим сразу здесь. Пшик. Страшно. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда ты? Нет, 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 нет. Только не баку граната. Еще раз. Блин, это очень кайфовая вещь. Не знаю, насколько она будет валидной, насколько она полезная. Но это очень прикольно. Сейчас постараюсь снять вам так, чтобы вы поняли, что происходит. Скажите, пожалуйста, что вы это видите. Наверное, не видите, да? Блин, я не знаю, какое там показать. Я подумаю. Но у меня сейчас буквально вся рука в блеске. Вся. Скорее всего, вам не видно на моей руке, потому что свет уж такой. Но вы можете посмотреть на моей черной куртке, как это все выглядит. Все вот в этом вот золоте. Все, все, абсолютно все переливается. И в жизни это выглядит более заметно, чем на камере, на которой не видно ничего. А жаль. Ну, маска для пор. Считаю, что это лишнее. Но попробуем ее использовать. В целом, абсолютно стандартно. Избегайте зоны вокруг глаз. Здесь даже есть защитная пленка. Ну и размер, спасибо, хотя бы, что не миниатюра, а travel size. Сколько здесь у нас объема? А, 50 миллилитров. 50 миллилитров plus. Следующий герой коробочки бьюти-бокса, ответ календаря, это вот такая вот полноразмерная помада для губ. И цвет у нее тоже, кстати говоря, красный. Обычно я как-то не очень хорошо отношусь к красному, я вам уже про это говорила. Но по какой-то причине именно в этой коробке меня не триггерит. Не знаю, возможно, потому что мне слишком нравится сцени красного и сиреневого. И я такая, ну ладно, я забуду вам предупреждение насчет красного цвета, потому что красный цвет слишком часто и много попадается везде. Вы не вызывали пояснительную бригаду? А она пришла. Я докапываюсь обычно до красного цвета, потому что во всех продуктах, во всех бьюти-боксах, во всех прославленных календарах, везде, 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 в любом подарочном, косметическом фигне обязательно будет красная помада. Понимаю, что это универсально, понимаю, что это здорово. Но блин! Если же кладите красную помаду, кладите хотя бы не красную, еще дополнительно. Живем-живем. Блин, ребят, черный карандаш. Смотрите. Я, честно, не ожидала видеть черный карандаш, по-моему, в этом году в адвент календаре. А, нет, ладно, в Revolution, когда я делала обзор, был. Это в Маке не было черного карандаша, там же не было черного карандаша. Кстати, на тему Мака, вы знаете, я, когда распаковывала маковский адвент календарь, я подумала, что он прикольный. Потом, когда я смотрела видео после монтажа, я такая, кажется, не такой уж и прикольный, потому что, знаете, когда ты достаешь вот этого всего много, кажется прикольно. Но когда ты смотришь на это, на все, когда ты там, не знаю, просто смотришь на всю кучу вещей, которые тебе достаются, ты уже по-другому немножко к этому относишься. И вот сначала он мне, короче, достаточно сильно понравился, а потом поняла, что там очень много однотипных продуктов, абсолютно ненужные вот эти вот монотени. Ну, короче, сначала он понравился, но сейчас я понимаю, что все-таки нет. Наверное, он не такой уж и классный, особенно за свою просто напишенную цену. Мы возвращаемся к Florence by Meals. Ура! У нас с вами черный карандашик с хорошей пигментацией, с красивым лаконичным дизайном. Не знаю, что и сказать. Еще и полноразмерный продукт. Но в целом я, наверное, ожидала, что здесь будут полноразмерки. Боже, надеюсь, они положат палетку теней, но не такую палетку теней, которую я уже купила, а другую палетку теней. Да, ведь на что это похоже? Можешь посмотреть? Вот это вот. Я просто пробовала подводку. Я не могу понять, что мне это напоминает. Я сделала хаотичный рисунок формы. Ножницы? Ну, вообще, да, кстати, похожи на ножницы, если вот так вот сделать, смотри. Да. Бать, и получаются ножницы. Очень хорошо. Это ножницы, если кто не понимает. Рисуем ножницы. Уроки рукодельничества, ручного мастерства. И под номером 9... А как... Ребят, смотрите сами, а что там? Как вы думаете, что это? Это похоже на какие-то дрожжи, но они же не могли еду положить сюда. Может, это витамины, типа? Ладно, ладно, я вас бачу. Я вас просчитала, что это? Это маска. Блин, она очень странная штука. Нужно, короче, вот так вот три штучки добавить. Теперь мы их немножко растираем в руках, потом их нужно плампнуть в пальчиках, а потом перенести на лицо. Ой, я думала, они, типа, брызгаются, а они буквально, ну, короче, вот так вот выглядят. А потом переносим на лицо. Окей, растираем. А теперь плампим на лицо. На самом деле, это очень странный формат. Возможно, я сделала что-то не так. Но что можно было сделать не так? Все осталось на руках. Ну, это, наверное, единственная вещь, которая странная. Но я, конечно, попробую потом ее еще раз. Возможно, я как-то слишком агрессивно подошла к вопросу. Надо было делать нежнее. Ну, как делать нежнее, когда ты сидишь и снимаешь на фоне гроба? Буквально. Это, кстати, цифра 10 сейчас. А вот это что? Пахнет смородиной. Я первый раз вижу, чтобы запах смородины был не в русской косметике, а в иностранной. С границей вообще есть смородина? Вопросы для тупых. Нет, ответы для тупых. Короче, это маска для губ. Ну, мы ее нанесем. Чувствую, я не зря косметику заказала, потому что, знаете, вроде все хорошо, а вот вроде как-то и скучно. А это что? Здесь у нас с вами еще одна маска для лица. Да, большая, да, прикольная, да, с лавандой. С лавандой. Но, скажите, вот пока что вы смотрите этот адвент-календарь, мы с вами добрались практически до конца, потому что следующий номер, последний номер будет. Вот что скажете? Как вам? Че вам? Что вам? Нрав, не нрав? И как вы думаете, что будет в последнем номере? Я рассчитываю на палетку теней. Честно, не иронично, я очень хочу верить, что там будет палетка. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Это, конечно, мило и эксклюзивно и все такое, но, честно, я бы хотела получить шарик для елочки все-таки как-то отдельно, хотя я понимаю, что здесь буквально написано 221, скорее всего, ни у кого такого не будет, но, типа, все равно, знаете, это вот было бы здорово, если бы пришло дополнительные опции, я бы все-таки получила 24 косметических средства. Что у нас вообще получилось? Давайте посмотрим. Итак, маленькая версия маски формы жвачки для лица, маска для губ, черная подводка, карандаш, у меня упала сергань, помада, супер, блеск, очень понравился, задал тон всему, наверное, этому обзору, что это еще одна маска для лица, правую руку буду класть, косметику декоративную, влевую уходовую. Еще раз, снова уход, это у нас еще одна очередная маска, хайлайпер для тела, средство под глаза, тушь для бровей и тушь для ресниц. Итого у нас 1, 2, 3, 4, 6 продуктов здесь и 1, 2, 3, 4, ну, логично, 5 продуктов здесь. 5, в принципе, уход 2 косметики, 5 декоративный, 1 шарик. Ну, знаете, честно скажу, наверное, я как человек, который впервые заказал себе Florence by Nils, я думаю, что этот адвент календарь будут заказывать, ну, в частности, и для этой цели, чтобы познакомиться с новым брендом, который, кстати, стоит не очень-то и дешево. Несмотря на то, что в отличие от той же... В отличие от Рианы Гранде, которая планирует запускать свою косметику, от Кайли Дженнер, которая уже запустила свою косметику, да даже от Селены Гомес, на которой, кстати, уже делала обзор, которая тоже запустила свою косметику, все-таки считаю, что, ну, цена у Милли Бобби Браун слишком завышена, не потому что мне она там не так сильно нравится, мне она, кстати, нравится гораздо больше, чем та же Кайли Дженнер, так как-то не иронично. Просто, ну, согласитесь, когда актер, который не супер хайпово запускает косметику, которая стоит по цене супер хайпово каких-то персонажей, это, наверное, немножко странно. Поэтому, не знаю, возможно, говорю какой-то бушит, но мне кажется, это достаточно валидное замечание, ну, и хотелось бы, наверное, через этот адвент календарь познакомиться с ее косметикой, но здесь достаточно базовое все. Не знаю, не могу сказать, что мне как-то супер сильно понравился этот адвент календарь, возможно, будет здесь палетка теней или какая-нибудь еще штука, ну, блин, ну, что угодно, но только не шарик, я бы сказала иначе. Вот, а так, ну, как-то так, не знаю. Прошлый адвент календарь мне понравился больше. А завтра будем рассматривать с вами эту косметику. Блин, ну, реально, а чем мне делать с этой штукой, у меня же даже нет елки, елана. Нет, это как украшение тупо использовать, лучше бы брелок положили. Очень тяжелый пакет, очень много всего. Приятно, когда покупаешь вещь за 80 рублей, а все думают, что она стоит 90. Бесконечно я доставала эти пакеты, я доставала пакет, а в нем был пакет. Надеваю носок на руку. Я уже ничего не жду. Нет, это просто невозможно. Я вообще не понимаю, это создано на человеческую особь? Или на какую? А, вот это типа вместо груди? Почему? Но я безумно сильно в разочаровании.